Руслан Олехно – певец, успевший заслужить большую любовь у меломанов всех возрастов. Поклонники этого исполнителя помогли ему стать победителем проекта «Народный артист-2». Но были в его насыщенной карьере и другие, не менее значимые свершения, о которых мы решили рассказать вам. Вы узнаете, кем является нынешняя жена Руслана Олехно, есть ли у пары дети, а также о том, чем занимается эстрадный певец сейчас. Руслан родился в городе Бобруйске, Белоруссии 14 октября 1981 года в семье военнослужащего. Мама будущего певца работала швеей. В семье Олехно росло двое сыновей, первенцем стал Руслан. Его младший брат Юрий тоже выбрал творческую профессию, стал известным дизайнером, получившим признание в европейских странах. Любовь к музыке у Руслана проявилась очень рано. Внимательные родители сделали все возможное для развития его способностей. С восьми лет мальчик стал посещать музыкальную школу, где обучался игре на баяне и трубе. Но маленькому музыканту всегда хотелось большего. Ему всегда хотелось петь, большая сцена тянула его к себе как магнит. В подростковом возрасте Руслан стал принимать активное участие в разных вокальных конкурсах, где его певческий талант не оставался незамеченным. Юноша всегда получал главные призы, и это всякий раз подтверждало – он находится на правильном пути. Однако после получения аттестата о среднем образовании, Олихно отправился учиться в местный автотранспортный колледж. Со стороны такой поступок казался необъяснимым, но самому Руслану просто хотелось почувствовать всю прелесть студенческой жизни. В то время ему не важна была будущая профессия, он просто чувствовал, что и без специального образования сможет покорить вершины певческого Олимпа. После окончания колледжа юношу призвали на действительную службу. Он был зачислен в войска ПВО, но военачальники быстро разобрались в талантах молодого бойца. Руслана зачислили в состав ансамбля вооруженных сил. В течение следующих четырех лет он служил в этом коллективе, часто выезжавшем на гастроли по европейским странам. Служба в ансамбле позволила Руслану приобрести бесценный опыт. Под руководством старших товарищей он научился правильно вести себя на сцене. Но молодому певцу всегда хотелось большего, ему необходима была слава и популярность. Проект «Народный артист-2» дал возможность Руслану проявить себя на сцене во всей красе. Молодой белорусский вокалист, одержавший победу над сильнейшими соперниками, сумел открыть себе путь на большую сцену. После первого триумфа последовал второй. Три у лучших вокалистов проекта, в состав которого вошли Олихно, Чумаков и Панайотов, сделали запись песни «Необыкновенная». Эта композиция, поразившая всех своей красотой, романтизмом, мелодичностью, стала хитом. Следующий год стал для молодого вокалиста весьма плодотворным. Он снялся в нескольких видеоклипах на песне собственного исполнения. Стал участником нескольких международных конкурсов вокалистов. Активно работал над расширением репертуара. В том же 2005 году продюсерский центр FBI Music предложил певцу выгодный контракт. Результатом этого сотрудничества стал альбом «Рано или поздно», включавший 12 песен. В 2008 году Руслан стал участником престижного конкурса «Евровидение». Он выступал от Белоруссии с композицией «Hasta la vista». Вокалисту не удалось одержать победу на конкурсе. Однако его исполнение очень понравилось зрителям. Вдохновило исполнителя на создание новой пластинки, получившей название конкурсной песни. Руслану Олегно сейчас 40 лет. Он успел побывать в браке два раза. Женщины Руслана неизменно оказывались видными и не терялись на фоне талантливого артиста. Первая жена – ныне известная актриса Ирина Медведева, которая была уроженкой того же города, что и сам музыкант. Они вместе перебрались в Москву и поднимались с самых низов, первое время с трудом сводя концы с концами. Но в определенный момент между восходящими звездами возникли серьезные чувства, которые привели к пятилетнему гражданскому браку. Об огромных чувствах, которые Руслан испытывал к Ирине, мужчина говорил при любой возможности. Лишь в 2009 году певец решился на то, чтобы сделать своей второй половинке официальное предложение «руки и сердце». Но после свадьбы новообразованная семья просуществовала недолго, так как в 2011 году звезды развелись. Знакомые винили в распаде семьи Руслана, якобы завидовавшего успехом супруги. Но его карьерный рост опровергает это. Ирина в Москве вплотную занялась карьерой. У звезды шесть кадров оставало слишком мало времени и сил для обустройства дома и создания уюта. Несмотря на развод, Руслан очень по-доброму относится к своей бывшей супруге, считая ее единственным человеком на свете, перед кем он мог открыть душу. Ирина Медведева вышла замуж за французского предпринимателя Гиома Буше и сейчас живет в Париже. Недавно пара стала родителями во второй раз. На свет появилась их дочь. О причинах расставания Алихно рассказал открыто. Но на этом личная жизнь артиста вовсе не закончилась. Спустя некоторое время у парня появилась новая жена. На свадьбе друга он встретил Юлию Красникову и понял, что именно о такой девушке мечтал. Она не имеет отношения к исполнительской деятельности. По словам музыканта, у его жены четыре высших образования. Она экономист, филолог, дизайнер и вдобавок имеет отношение к медицине. Словом, универсальный специалист. На вопросы о личной жизни Руслан Алихно отвечает уклончиво и говорит, что чувствует себя при этом как школьник, которого спрашивает строгий учитель. Певец предпочитает рассказывать о творчестве. 31 марта 2017 года у Руслана и Юлии родилась дочь Варвара. Счастливый отец сообщил об этом сам на творческом концерте в посольстве Белоруссии. Руслан с гордостью рассказал, что первым словом дочери стало слово «папа». Он старается совмещать работу и семейную жизнь, и примером считает Иосифа Кобзона, у которого была семья и насыщенная творческая жизнь. После того, как Алихно женился второй раз, он стал меньше пропадать на гастролях и больше уделять времени домашним заботам. Супруга нашла к звездному мужу должный подход и превратила его не только в кормильца, но и заботливого отца для своего ребенка. Сейчас Руслан Алихно мечтает о втором ребенке – сыне. Так что на данный момент в личной жизни Алихно все в полном порядке. И тот факт, что для достижения счастья ему пришлось жениться дважды, его мало беспокоит. У Руслана есть интереснейшее хобби – он собирает коллекцию старинных автомобилей. На ремонт стареньких авто у него не всегда есть время и средства. Не так давно друзья устроили певцу настоящий праздник. В честь дня рождения отреставрировали для него лимонные BMW. Шоу-бизнес – мир непростой, здесь свои законы. Но Руслан всегда старается держаться в стороне от этого. И это не потому, что в его жизни не было ссор или проблем. Просто зачем все это выносить на публику? Он не для этого на сцене. Можно знать, на чем ездит артист, где живет, с кем спит, но при этом не слышать ни одной его песни. Алихно идет другим путем. Он привлекает внимание своим творчеством, а не подогревает интерес к своей персоне скандалами. Из-за этого его путь к славе был долгим, зато честным. Выяснилось, что Руслан скрывался в костюме малыша в шоу «Маска». Только один из членов жюри, Тимур Батрудинов, предполагал, что именно Алихно выступал под этой «Маской». Близкие Руслана догадывались, что тот снимается в «Маске». Но на все каверзные вопросы о постоянных отъездах он оперировал фактами. В то время Алихно писал очередной альбом. К слову, вышло новое видео артиста на композицию «Виноват, прости». Занятость в музыкальном шоу, записи новых песен – все это не помешало Руслану выступать в качестве специального гостя на фестивале «Солдатский конверт», посвященном 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Друзья, давайте пожелаем Руслану невероятных успехов и в творчестве, и в личной жизни. Пусть каждый день приносит с собой вдохновение и желание покорять этот мир. Пожелаем всегда быть самым востребованным и обожаемым артистом, верить в себя и воплощать свои мечты.